223 избирательных участка открыли свои двери в воскресенье в 8.00. И это только в областном центре. В этот день в Иванове, согласно спискам, за президента могли проголосовать 310 тысяч человек. И правом этим ивановцы пользовались весьма активно. Нужно приявлять активную позицию. От нас зависит, кто нами будет дальше управлять и куда пойдет наша страна. На 63-м участке ажиотаж с самого утра. Наблюдатели едва успевают отчитывать бюллетени, отправленные в урну для голосования. За работой комиссии зорко следят сразу три пары глаз. Один наблюдатель от Явленского, один от Путина и представитель от Единой России. Мы ожидали, что у нас будет большая явка. Мы ожидали это. И мы, конечно, и сами много прикладывали для этого усилия. Мы информировали дважды. Обход у нас был. Причем к тем, кому мы не попадали, мы старались члены комиссии еще раз прийти. Ну и вообще всегда президентские выборы – это большая явка. Это всегда. На этом же участке в 10 утра голосовал Станислав Воскресенский со своей супругой Светланой Дрыгой. Я, признаться, когда жил в Москве, я попозже на участок ходил голосовать. И мне кажется, вообще люди в столице, они попозже выходят. Мне очень приятно удивились. Мы прогулялись с Светланой Сергеевной. И уже столько людей было. Мы вместе прошли. Здорово. Голосовали за президента и за будущее. Своё и своих детей. Светлое, безоблачное и непременно счастливое. Чтобы было все от и до. А что от и до вы подразумеваете? Так, чтобы пенсионеры не забывали и молодежь не забывали наших детей. Вот. И пенсии побольше им платили. Вот моей дочке 80 тысяч. Что это будет? Надо, чтобы прибавляли. Светлого, ребятки, светлого, чтобы жизнь налаживалась у нас. Прежде всего для пенсионеров. Чтобы дети могли ходить в детские сады, в ясли. Чтобы нашим мамочкам было полегче. Ну, для детей, наверное, что-нибудь с образованием, чтобы было лучше. Доступнее или что? Ну, и доступнее, и качественнее. Вроде все так же, все хорошо вроде у нас. Все нормально. Хотел сказать, что лучше было бы, конечно. А так, главное, войны, чтобы не было. Жизнь цветнее, медицина и образование доступнее. Ну и, конечно, чтобы не было войны. 18 марта Иванова сделала свой выбор. Теперь дело за президентом. На то, чтобы оправдать ожидания, у него есть 6 лет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.